Всем привет! Сегодня я хочу поделиться своим впечатлением от подарка Макап Революшн. Если вы делаете заказ на сайте Революшн Бьюти, на официальном сайте косметики Макап Революшн, то там бывает акция где-то раз, ну точно не скажу, где-то раз в два месяца. За заказ на определенную сумму рублей вам в подарок дают вот такой мистический пакет Мистери Бэк с неизвестным наполнением. Это как бы абсолютно бесплатно. И в этот раз я сделала заказ и осталась очень довольна тем, что мне пришло. Потому что, нет, в прошлый раз мне тоже приходило, я всем этим пользуюсь, но как-то, знаете, напихали в основном все такое хайлайтер, 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 какой-то, ну все какое-то было такое для лица. В этот раз мне понравился этот мистический пакет больше. Первое, что хочу показать, то, что я уже тестировала, вот такой набор из трех таких силиконовых спонжей. Они, кстати, очень мягкие. Когда я смотрела у кого-то видео, мне показалось, что они более какие-то жесткие. Они прям мягкие, как, ну не гидрогелевые, но вот что-то похожее внутри. Я тестировала уже этот спонж в видео о моих фаворитах за апрель месяц. Если вы не смотрели, посмотрите. И, в общем-то, как изначально я думала, что это бесполезная вещь, так и сейчас, после того, как я потестировала, я так думаю. Единственное, что потом уже, когда я сделала макияж, я поняла, что мне вот нравится, как выглядит мое лицо, но как оно выглядит, так скажем, издалека. То есть, если вам нужен такой плотный-плотный слой тонального крема, но при этом вас никто не будет видеть вблизи, ну, допустим, для съемки, то, может быть, да, вот таким спонжем можно воспользоваться, потому что в основном он как бы вбивать нет, только именно растирать, как бы вместо того, чтобы делать это пальцами, можно делать это спонжем. Причем пальцы, они... Тональный крем как-то пальцами, он все-таки больше как-то, я не знаю, втирается в кожу, где-то, может быть, что-то на пальцах остается, но, в общем-то, не такой плотный слой получается, как вот этим спонжем. Вот этим спонжем это самое плотное покрытие, но оно все-таки где-то вбивается, где-то плохо растирается. Но, опять же, единственное, я тестировала на тональном креме, который был такой, знаете, сам по себе немножко капризный в нанесении, то есть у него не идеальное покрытие. Он, да, может при каком-то нанесении где-то полосить, где-то быть заметным. Может быть, если попробовать какой-то тональный крем, который сам по себе такой более, ну, в общем-то, красиво ложится на лицо, может быть, вот таким спонжем и будет более красивое покрытие. Но, в общем-то, в основном, конечно, впечатление то, что это бесполезные штучки. Не знаю, здесь их целых три. Ну, может быть, когда-нибудь еще воспользуюсь, действительно, вот для съемки, чтобы было такое прям плотное-плотное покрытие тонального крема. Следующая – это вот такая помадка Leplava, которая сейчас у меня на губах. Это не суперстойкая помада, но достаточно стойкая за счет своего пигмента. Она очень пигментированная. Вот такой спонжик мягкий. И, кстати, очень удобно. Я люблю вот такие блески, вот в таких упаковках. Но обычно у них просто вот этот наконечник без вот такой мягкой, не знаю, как назвать, пуховочки. И получается вот этим пластиком блеск, помада не наносится красиво. То есть это все нужно кистью лучше наносить. А вот с помощью вот такого пушистенького аппликатора все разносится красиво. Очень даже мне понравилось. Единственное, что, конечно, цвет такой прям очень яркий. Но по ощущениям помада такая плотненькая. И вот она действительно такая пигментированная. И за счет вот этой своей плотности и пигмента она не так быстро съедается. Также в этот пакет входила палетка вот такая. Где же название? Мермайдс, хат. Они, по-моему, есть еще в распродаже. Здесь нет зеркала. Здесь 12 оттенков теней. И вы знаете, когда смотришь на нее, думаешь, какая-то она такая, ничего особенного. На самом деле, качество этих теней меня очень даже впечатлило. Потому что прям, ну, я от них ничего не ждала, честно скажу. Может быть, еще потому что на распродаже они там стоят вообще какие-то копейки. Да, кстати, у девчонок видео видела, что если близко посмотреть на рефилы, видно, что как будто бы там очень мало средства. У меня нет. Здесь, ну, да, здесь 0,75 грамм во всей палетке. То есть, в принципе, да, мало. Но у меня не просвечивает. Не знаю. Качество теней мне понравилось. И вот это, конечно, яркое. А в распродаже, по-моему, были более такие, что-то более в каких-то сиреневых тонах. И, по-моему, что-то было в более таких нюдовых тонах. В общем-то, качество теней мне очень понравилось. И в конце видео покажу свочи на эту палетку. И еще одна палетка входила. И честно, вот так на нее, когда смотришь, она такая интересная, да? Как раньше были в детстве календарики, которые вот так переливались. Когда ее открываешь, здесь уже есть зеркало большое. Когда открываешь, видишь два вот таких спонжика маленьких. Видишь, вот такие какие-то квадратные рефилы. Много, большое количество этих рефилов напоминает палетку Ruby Rose. И прям как-то так не очень кажется. Но при ближайшем рассмотрении, во-первых, качество теней здесь очень хорошее. Прям шикарное. Ну, может быть, не самое прям самое шикарное. Но прям очень-очень хорошее. Я бы даже сказала на пять. А в основном здесь, конечно, шиммерные оттенки. Шиммеры все разные. Есть покрупнее, есть помельче. В принципе, у палеток Ruby Rose тоже, по-моему, в основном шиммерные оттенки. Мне кажется, были. Я вот матово даже не помню. И они тоже были хорошей пигментацией. Так вот, на первый взгляд, кажется, что оттенки все какие-то простые. Здесь нет дуахромов каких-то. Но когда начинаешь делать свочи, многие оттенки, которые кажутся такими простыми-простыми, на самом деле очень красивые. Да, они, может быть, не какие-то там металлические, дуахромные. Но вот именно сам оттенок, он становится таким, не то что становится, а когда ты его видишь вблизи, он на самом деле такой красивый. Ну, просто мне очень понравилась эта палетка, честно скажу. Не знаю, есть ли она в распродаже. Я не смотрела. Это вот, у меня какое-то такое название. Adversary. Parental Adversary. В общем, я не прочитаю. Не знаю, не видела, есть ли она где-нибудь в продаже. Но вот мне очень понравилось. И здесь оттенки такие очень много. Нюда и немножко каких-то синих. И вот этот оттенок такой классный. Он темно-темно изумрудный. Вот он очень красивый. И синий вот эти, вот этот ряд, вот эти синие, темно-синий какой-то такой, синий-голубой. И какой-то синий-фиолетовый. Тоже очень красивый. И даже среди коричневых, вот так смотришь, ну коричневый, ну шиммерный. Но на своче видно, что он прям, ну красивый. Какой-то вот у него такой потон красивый, необычный. В общем-то, давайте посмотрим своче на эти палетки. Они действительно хорошие, несмотря на то, что, да, их вот так бесплатно подарили. И мне лично казалось, особенно вот по этой палетке, что будет качество такое не ахти. На самом деле качество меня впечатлило этих палеток. И, в общем-то, вот этим мистическим пакетом Мистери Бэк я очень довольна. И о нем, кстати, я не помню. А, и в Инстаграме они, да, они говорят в Инстаграме о том, что на сайте там вот этот мистический пакет. Но они как-то не говорят мистический пакет. У них написано то, что там при заказе, на такую сумму, там, подарок. Причем продукты вот в этом пакете на 35, по-моему, евро. То есть, а вы их получаете бесплатно. Ну, конечно, 35 это может быть самая максимальная цена вот этих палеток, потому что в распродаже они там прям совсем очень дешево стоят. Но все-таки приятно, и в этот раз я была действительно приятно удивлена и палетками, и их качеством. Ну, давайте уже перейдем к свотчам. И вот первые четыре оттенка. Посмотрите вот на этот оттенок. Он просто шикарен. Единственное, блин, блин, ну почему так? Он на видео кажется голубым, прям голубым-голубым. А на самом деле, вот он какой-то голубой с зеленоватым подтоном. Такой, знаете, цвет морской волны. А на видео почему-то он кажется голубым. Ну, обидно, конечно. Но все же, посмотрите на качество. Качество просто супер. Я тут бегаю по всему дому. Еще освещение, которое лучше передаст оттенки. Вы посмотрите на матовые. На пигментацию матовых оттенков я была просто в шоке. Я такой пигментации не видела. Это вообще, чтобы цветные оттенки, матовые, были настолько пигментированы, что не плешивят нигде. Шиммеры вообще, я молчу, здесь просто супер. А палетка, на самом деле, на первый взгляд, такая невзрачная. Особенно, когда видишь ее в распродаже. Вот этот последний оттенок, это не черный, который плохой пигментации, он и в палетке серый. В общем-то, если эта палетка есть в распродаже, может быть, даже не эта, если вам не нравятся оттенки, там есть что-то более такое, менее яркое, посмотрите обязательно, потому что, ну, реально, качество просто бомба. И цена на них была там прям, ну, совсем, прям очень что-то дешевое такое. Давайте я вам буду показывать цвета вот так по столбикам, тем более, что они вот как-то так по столбикам и идут. Вот первый столбик. У этой палетки качество матовых теней вот прям похуже, это видно. Шиммеры получше будут. Вот матовые немножко, конечно, плешивят. Это такой столбик светлых оттенков. Здесь их достаточно в этой палетке. Ну, такие они обычные, какие-то более сатиновые. Третий столбик уже пошли красивые оттенки. Вот этот оттенок, я даже не знаю, как его обозвать. Он какой-то такой серо-бежево, какой-то такой мягкий, сливочный. Вообще вот эти все оттенки, они как-то выглядят так мягко-мягко. Вот они не сатиновые. И шиммеры такие некрупные. Четвертый столбик. Ну, вообще, боже мой, ну это вот, я не знаю, единственное, вот этот оттенок немножко как-то кусочками лег. Вот его просто, наверное, излишки. Ну, такая пигментация. Вот я даже не знаю, с чем сравнить с какой-то фольгой. Фокус. Настолько красиво ложатся. Боже, я просто, мне, знаете, я пока не пробовала. Я жду эту палетку. Боже, как же она называется? Это Фрэнзи, что-то там. Ну, в общем, там, где вся палетка шиммерная, типа Reloaded, но не из этой серии. Там, где все оттенки такие, типа фольга. Вот, мне кажется, по свочам, то, что я видела у девчонок, вот, очень похоже по качеству. Здесь вот есть и холодный, и теплый, и всякие. Вот этот столбик немножко уступает, мне кажется, по качеству. Здесь немножко другая текстура теней. Уже такая просто вот более шиммерная. Вот этот столбик тоже, мне кажется, отличается. Ну, в общем-то, разные текстуры теней в этой палетке. Вот эти два черных оттенка матовые, вот, как-то они не очень, немножко пылят, не очень переносятся. Может быть, если их на какую-то липкую базу, они будут получше. Но вот этот серый, вот этот такой серо-синий, такие красивые. И последний ряд самых интересных, самых ярких оттенков – это бомба. Очень шикарные. Вот этот темно-изумрудный. Вот этот оттенок такой необычный. Он какой-то сине-сиреневый. Вот, ну, интересный. И у меня куртка таким цветом была. Вот этот такой какой-то прям голубой, насыщенный такой. Вот этот темно-синий. Ну, в общем, вот этот столбик – это прям просто вынос мозга для меня. Так что, если вы где-то увидите вот эту палетку, я не знаю, на официальном сайте есть ли она в распродаже или нет. Я, честно, не смотрела, потому что я чаще всего захожу с телефона, а в телефоне, в приложении там некоторые тени, они показаны не как палетки, а просто как оттенки. Нужно заходить именно и смотреть, что это за палетка. Поэтому не видела, не знаю. Но, кстати, если это старая палетка, может быть, она где-то будет на сайтах именно на русских, где представлена косметика Мэка Преволюшн. Ну, в общем-то, если вы увидите вот эту палетку, обратите на нее внимание. Качество шикарнейшее. И я не думаю, что оно будет дорого стоить, потому что это уже что-то явно из старичков, что уже распродается и вот кладется вот в такие мистические пакеты. В общем-то, я очень довольна. Если вам понравилось это видео, ставим пальчики вверх. Подписываемся на мой канал. Я вас всех люблю. Всем пока-пока.